добрый вечер наша недельная глава мишпатима огромная глава с кучей кучей заповедей но мы займемся несколько другим вопросом дело в том что после того как аж три перека то есть да три как бы головы внутри головы мишпатим занимается разными разными законами вдруг тора нам говорит следующую фразу следующие слова сейчас я открою и зачитаю вам это 23 глава 20 стих вот я посылаю ангела перед тобою чтобы хранить тебя на пути и привести тебя в то место которое я приготовил блюди себя перед ним и слушайся голоса его не прикослов ему ибо он не простит проступка вашего так как имя мое в нем раша на месте сразу написать очень интересную вещь он говорит вот я посылаю ангела то есть здесь им сообщили что в будущем они согрешат говорит им не поднимусь я с тобой то есть что говорит раша то есть очень интересная вещь что 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 сказал раша раша говорит что в этих стихах которые мы только что прочитали сказано что всевышний сообщает народу израиля ребята вы согрешите то бишь грех известен изначально он абсолютно то есть ожидаем как часть скажем так несовершенной реальность то есть романтическая и гармоничная системы реальности которую люди себе представляют не существует материальный мир включает себя встроено и понятно недостатки и грех то есть хоть лоб хоть по лбу тебя отжигает грех то есть вот такого сообщения более того вот это вот про это проблема эта проблема которой мы сейчас поговорим то есть в принципе что сказано говорится что во первых то есть на человеку с нету идеала розовые называется реальности нет в реальности не увидишь идеального романтического и так далее никогда не будет то есть нужно это понимать и почему потому что в материальном мире материальном мире изначально в нем есть недостатки и в нем есть грех причем более того вот это вот понимание осознания того что что-то про то есть плохое всегда то есть мир несовершенен и будет грех и так далее и последствия греха мы это видим многих мидраша поэтому это мидраши допустим по поводу того что во время строительства храма когда храм строился в нем сделали подземные ходы под святая святым для того чтобы спрятать там ковчег завета не только при разрушении храм то есть строя храма готовились к его разрушению есть мидраш который нам рассказывает что в будущем то есть да как говорит мидраш то есть да когда будет вот это вот горшочек с маном который собрали в то что мы читали в бешалах то есть да там собрали вот этот вот горшочек с маном сказали поставить возле арункодыша и также посох арункодыша арункодыша свел это будет позже то есть было в окорах и там сам ковчег завета и все инструменты мешкана и так далее будут спрятаны в михилок метах от леихать то есть в этих вот туннелях под зданием храма и тот кто и кто спрятал их туда то есть кто туда все убрал в конце концов то есть спрятал арункодыша так далее так далее кстати поскольку он спрятал мы так его не нашли до сих пор никто не нашел и во втором храме как мы знаем ковчега завета не стоял это сделал царь еще яму еще задолго до разрушения храма царь еще я у это сделал когда он нашел когда михильки яупер освященник нашел книг свиток торы в котором было открыто то есть он нашел свиток торы когда они после того как было правление скажем так предков юшия у его отца тем более его деда царями наше и так далее которые были дикими грешниками между еврейских царей то он очищал храме реставрировал и они нашли открытый свиток торы который был открыт на котором было написано по поводу дорога который ввез тебя всевышнего то стоит поведет тебя и назад эти там и описание разрушения которое будет и и изгнание и тогда сразу же сделал то есть говорит митра сразу сделал про царь ищу ягу взял и спрятался то есть ковчег завета и так далее то есть как сказано в ее мэр хамелех луку они маме вини бан сказал царь царь с коином который понимает в этом то есть в принципе царь ищу ягу обреть внимание он ожидает разрушения когда разрушения еще нет он понимает что он видит в свитке торы свиток торы предупреждает ребята конце вы будете грешить и на вас пойдет и то-то и то-то и то-то и то-то и он говорит ребят грехи то есть нам приведут тому что будет храм разрушен то есть это ожидаемо по этой причине спрячу ковчег завета и так далее чтобы он не чтобы он не утерялся кстати интересная вещь во втором храме не произошло отмена постов по 17 тому за пост 9 ава и так далее почему ведь разрушение закончилось храм построили все хорошо и прекрасно нет потому что втором храме тоже думали и знали как бы думали то есть понимали что мир несовершенен и храм который стоит он будет разрушен он будет разрушен потому что вот это вот недостача вот и несовершенство находится в мире хотя с другой стороны смотрите моше рабын абсолютно уверен что вместе с выходом из египта через две недели мы в земле израиля одиннадцать дней так он говорит кстати это в книге бамидбар если открою он говорит и тро рауэлю он ему говорит сейчас открою пять секунд это глава баалотха и сказал муше хова сыну рауэлю медианитянина тестя муше мы отправляемся в то место в котором господь сказал его отдам вам идти с на иди с нами и мы сделаем тебе добро ибо господь обещал было лучше но сказал не пойду и так далее и там он говорит бэхада сарьем ми хорэв то есть до 11 дней от хорэва горы сена 11 месяцев и 11 дней прошу прощения и мы уже в земле израиля все будет хорошо так и получилось как мы знаем народ израиля провел пустыне чуть больше 11 дней таким образом получается что все мироздание изначально заложено такая вот вещь это что говорит наша глава в мироздании заложено вот это вот идея что мир и совершение в мире будет грех мире будет недостаток далее самое интересное что происходит не только в мироздании но также и в личной жизни каждого человека скажем так можно сказать что наша жизнь это трагедия трагедия которая полное разочарований тягот всевозможных триггеров всевозможных вызовов и всевозможных трудностей и так далее и так далее с которым мы встречаемся постоянно постоянно и постоянно так проходит вся наша жизнь и таким образом мы сейчас перейдем к мишне в трактате а вот который очень интересная как ее понимать на фоне всего этого красоты которую мы только что сейчас раскрыли я знаю такой создал такой дикюник за такое депрессивное то есть состояние всевышно сводит в это говорит нам мишна в трактате а вот все ее знают кто богат тот кто доволен своим уделом как может человек быть богатым если у него нет если ему не хватает как это работает радостным то есть своему деле обычно но и как понимает мишну многие говорят о мишну о чем идет речь речь идет ребят давайте то есть и принципе что делать упускают убирают ценность то что называется материальных то есть материальных благ материи то есть денег то есть да имущество богатство говорят это неважно и так далее по-настоящему кто богат тот кто радуется тому что у него есть и так далее все хорошо и замечательно как бы что это имеется ввиду человек бедняк завидует не знаю цукербергу то есть да билу гейтсу то есть да и мирским шейхом то есть принцем с которым много много денег они такие богаты не миллиардеры у них все классно не знаю алону маску то есть его с деньгами и что можете спокойно позволить несколько миллиардов в день потерять и вот не да не чухать вот он может как бы успокоиться что в конце концов у него есть радость от детей у него освещение тор и у него есть любящая жена и семья и так далее все замечательно хорошо то есть да деньги не важно то есть если ты рад тому что у тебя есть все замечательно ты богатый человек но скорее всего если другое понимание этой мишны а что делать у человека скажем так проблема красне с деньгами деньги у него есть и много денег у него есть только в другим критических вещах его жизни ему не хватает семья его то есть у него нет семи попали по его изучение торы здоровья и так далее деньги есть деньги не вопрос то есть да таким образом или допустим что когда то что-то происходит очень сильно бьет по тем ценам которому важно то есть как бы то есть когда мы нам сбьют по тем вещам по тем важным вещам по тем ценностям которым мы не готовы с ними расставаться а не по деньгам то есть как нам тоже быть радостным в своем уделе тогда я буду богат деньги есть но мы же у денег нас сделали их унизили то есть с точки зрения их значения получается у них вообще ничего нет и тут что нам пытается сказать мудрецы человек должен научиться быть радостным в своем уделе даже если не все хорошо как бы сказать на иврите то что человек достигает даже он достигает частично это тоже достижение об этом скорее всего говорят наши мудрицы то бишь человек должен научиться одной простой вещи что он уйдет из этого мира даже когда половина его желания возделения и чаяни не будет исполнена и наполнена он должен об этом просто знать то есть те вещи к которым он стремится даже половина из них не произойдет и он должен быть рад и радоваться тому что он добился того чего добился в разных аспектах то есть да причем мы говорим не только о его вожделениях и желаниях и чаяниях материальных но и духовных тоже и что духовно у него далеко не все всегда будет шикарно и прекрасно идеально и розово это что говорит голова то есть да грех ожидает то есть нужно понимать то есть да он должен понимать что не все в его руках и он не все достанет в духовных планах тоже и радоваться тому что он хотя бы то другое достал то есть ступени куда он дошел то есть по идее знаете тут очень важная вещь человеку нельзя ни в коем случае отказываться то есть да говорит то я ничего не то есть я не добьюсь то что я хочу значит давайте я откажусь от того что я то есть об этих чаяниях желаниях и целях которые у себя поставят все равно не релевантно все равно не дойду нет рамбом например говорит что каждый человек может дойти до уровня и ступени пророка каждый нет человек который не может дойти до этой ступени не существует все смогут до нее дойти нет рамбом говорит что они все не дойдут вообще единицы дойдут то есть да но потенциал есть у всех и рамбом говорит что запрещено человеку отказываться от мечты стать пророком с другой стороны когда мы раскрываем то есть да когда мы открываем то есть наше падение наши неудачи и так далее мы должны уметь с ними справляться то есть с одной стороны не отказываться от мечты не отказываться от стремления с другой стороны когда мы встречаемся с неудачей уметь с ним справляться и понимать что мы не все получим мы не всего достигнем Мурива Роберова Миталь Захар Сидик Враха говорил что человек который хотел стать называется главой Ишивы хотя бы неплохим преподавателем Ишимиотстами человек который хочет стать вдоль одор то есть величайшим раввином поколения неплохим раввином он станет может быть станет величайшим раввином поколения то есть это тоже не отменяется но может быть и нет Таким образом, обратите внимание, что происходит. Точно так же, как народ Израиля, то есть у него в строении заложено то, что он будет грешить. То есть, да, так же заложено в строении каждого человека, каждого личности куча его неудач и разочарования. Это нормально. Но это будет происходить, когда человек, любой человек, когда он начнет сравнивать себя с другими в разными, скажем так, аспектах и вещах, которые ему очень важны, он всегда найдет, что есть те, кто лучше его, удачливо его, и те, кто меньше вроде разочаровывается, и те, кто меньше получают неудачу и так далее, и человек должен научиться с этим жить и справляться. Это то, что нас учат наши мудрецы. Окей, как он это сделает? Как человеку справляться с тем, что он видит, вот я тоже, у него лучше получается, почему у него нету этих проблем, не проявляется? Как он может сделать? Хашивахьювид, авирахьювид, то есть, то, что называется положительная мысль и положительная атмосфера, которую человек создает в своем сознании. Скромный человек, то есть, то, что называется Бааль-Анава, это то, что очень важное качество. Почему такое важное качество скромность? Скромность делает человека понимающим, что его мечты, его чаяния и вожделения никогда не будут реализованы. И он должен действовать по тому, что у него есть в руках. По максимуму. Но он должен понимать, то есть, это понятие скромности, это то, что делает человека правильно жить. Человек понимает, что он не сможет добиться всего, и он, исходя из этого, использует все остальные ресурсы, что у него есть в руках, по максимуму. Допустим, то есть, оно же понимает, что человеку, очень тяжело человеку, который, у которого нет пары, например, то есть, да, он не женился и так далее, а он мечтал, строил и так далее, видел, как будет построена его жизнь, как у него будет семья и так далее, и так далее, и так далее. И у него неудача, неудача. Ему надо очень тяжело, то есть, это каждый раз подниматься из неудач и расстройств, то есть, да, и разочарования. То же самое, допустим, как тяжело человеку, паре, у которого есть проблемы с зачать ребенка, то есть, да, им тоже тяжело. И то есть, даже человек, у которого происходят какие-то проблемы со здоровьем у него или у его родственников, произменяет, то есть, да, но это все тяжело. Но еще больше тяжело, когда человек попадает в ситуацию и строит себе сознание, когда он начинает сравнивать себя с другими людьми. Допустим, человек, у которого нету пары, и идет, бегает по свадьбам, и он каждый раз видит свадьбу, но он пару найти не может. Ему будет в 700 раз тяжелее с тем, что у него есть. И он будет в 700 раз тяжелее, обиднее и тяжелее, потому что он будет сравнивать себя с другими. Или пара, которая будет бесплодна и будет ходить из них по детским площадкам. Им будет в миллион раз тяжелее, чем сама жизнь. Это тяжело, но человек обязан принять, переработать, что он не все получит, то, что ему кажется, что он полагается. Потому что жизнь дает не только приятные сюрпризы, но и очень неприятные. Не только радости, но и разочарования. И когда человек понимает вот эту вот ситуацию, что так оно работает, так построена система, потому что она материальный мир несовершенна, вот тогда ему будет легче. Тогда он будет правильно с этим работать. Это работает на личностном уровне и тоже возвращается назад на общем. То есть, что в принципе, это та идея, которую пытается до нас донести наша недельная глава. Глава Мишпатым. Именно вот эту идею. Есть большое желание, есть большое чаяние и так далее, но мир несовершенен. Нужно понимать, что несовершенен. Нужно испытывать и разочарование, и знать, как с этим работать, и принимать это. Смотрите. Что мы читали в Итро? Мы читали в Итро Махмадгар Синай. Синайское откровение. Огонь. Дым. Шафар. Всевышний спускается и так далее, и так далее, и так далее. И вроде бы, вместо того, чтобы начинать дальше глава Мишпатима и так далее, говорить о том, как там было круто, какие проявления, как всевышний раскрывается. О чем начинает нам говорить глава Мишпатима? То, что называется, очень-очень удручающей реальностью. Рабы, рабыни, соблазнение женщин, воровство, охранники, которые не выполнили то, что на них положено, и за это должны. И разные-разные грехи, обзывание родителей, упивание, убийство, удары по беременным, драка между людьми. То есть, да, после, а, вдруг нас возвращает глава Мишпатима на землю. То есть, да, объясняет, что вот то, что есть. Но Торрен занимается не только показать тебе, дорогой, есть как приятный, так и есть реальность. То есть, спустись на землю. Она также учит нас, как можно исправлять. Это самое главное. Человек не, ну он должен поправить, человек никогда не дойдет до полного своего исправления. То есть, человек не может сделать, то есть, даже если он будет делать тикун, то есть, да, если он будет справляться, никогда это не дойдет до полного совершенства. Как сказано, никогда не прекратится, не уйдет бедняк из этой земли. Он всегда останется. Что имеется в виду? Человек должен понимать, что так это работает. Но, с другой стороны, человек должен взять ответственность за общество. Несмотря на то, что оно не идеально, несмотря на то, что проблемы будут в нем, оно нужно брать за ответственность за него. Многие описывают себе вход в землю Израиля, как что-то такое драматическое, когда что-то происходит, называется шикарное и крутое. И вдруг новый свет говорит про Машеха, так я вообще молчу. Там чуть ли не будет все. Всем будет шикарно, всем будет классно, все будут песни петь, все будут замечательно, радоваться и так далее. Вообще проблем не будет больше. Но мы видим раз за разом, что это не совсем как работает. Причем нам Тора объясняет, и потом весь Танах это показывает. Даже когда царь Шломо строит храм, и когда вроде все шикарно и все замечательно, и чем-то все заканчивается. То есть народ Израиля, обратите внимание, избавляется из земли египетской. Вместо того, чтобы быстренько прийти в землю Израиля, то есть да, шикарно называется, все будет свет, так далее, Маши, Аха, все хорошо, он грешит и грешит, и грешит, и грешит, то в Кеврота Тава, то есть да, то в Грех Золотого Тельца, то еще что-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. Причем Всевышний говорит, это изначально так будет. Обратите внимание, Изра. Изра возвращается в землю Израиля с Сеоном. А реальность, то есть да, вроде второй храм строя, и так далее, избавление, по-настоящему реальность не такая уж утопия. Мало того, что мало людей пришли, что нужно строить храм с одной стороны, а с другой стороны отбиваться от врагов, и так далее, и так далее, и народ не очень себя ведет, и коины плохо себя ведут некоторые, и народ там всякий себе наженился, избавляться от всякого, что он наженился. Короче, все не так уж и шикарно, и розово, но он прикладывает максимум усилий Израиля для того, что исправить. Сегодня вообще мне должен объяснить, то есть да, то, что мы живем из Израиля, то есть вы, тот живет в Израиле, новости читает, и тот, кто живет здесь, знает, то есть да, несмотря на то, что мы находимся здесь и так далее, у нас куча проблем, куча вещей, которые мы хотели бы, чтобы было одно, а оно совершенно другое. И как бы вызывает тоже такие вот, можно сказать, разочарования. Таким образом, то есть нужно понимать, что даже вход на землю Израиля, народа Израиля, когда мы вошли в землю Израиля, все стало таким розовым, да нет, у нас целая эпоха шуфтим, которая там была то грех, то смерть, то то, то одно, то другое, то третье, то десятое. Я уже не говорю про право брата убийств, но и воины и так далее. Между коленом Бениамина тоже ничего розового не было особо. То есть были этапы и так далее. Таким образом, получается, процесс входа в землю Израиля, сам идти к Нью-Нью-Йору, заходить, расселяться и так далее, он не изменяет общество сразу же. То изменение, то есть оно работает потихонечку. И то изменение, которое мы ждем, это будет, то есть вот это вот, когда будет Бог один, имя единое, все исправятся, все будет хорошо, это Ахарит Аямин. Это в конце времен. До того, как мы дойдем до конца времен, мы должны действовать, то что называется, и на общественном уровне, то есть так же, как мы делаем и на частном уровне. То есть, да, имеется в виду, как мы работаем на частном уровне. Как мы сказали, жизнь, она полна тяжести, то есть вещи, которые ты хочешь добиться, не всегда добиваешься. Есть многие вещи, которые вообще от тебя не зависят, допустим, человек хочет добить детей, а не может. Человек хочет сделать что-то, а здоровье не позволяет. Человек хочет, короче, многие вещи, хочет добиться одного, а не получается и так далее. И он учится с этим жить, ища там, где он может справлять, там, где он может вкладывать, там, где он может исправлять и работать. Причем, зная, что есть и проблемы. То же самое происходит и с обществом, в котором мы живем, как мы должны это делать. Это мучает наша недельная глава. Несмотря на то, что есть воры, из-за того, что есть насильники, рабы, и чего там только нет, и так далее. И что изначально известно, что народ Израиля согрешит, и будут проблемы. Все равно там рядом гора Сина и так далее. Мы должны понимать, несмотря на то, что невозможно прийти к полному исправлению, мы должны создать атмосферу исправления и действия. То есть атмосферу, в которой мечта, чаяние, то есть вещи, которые человек хочет сделать, то есть ведение более идеальной реальности и так далее, продолжают находиться в этой атмосфере и подбивать нас к действиям вместе с ним, что мы осознаем и понимаем, что есть недостаток и есть неудачи, есть разочарование в реальности. И все равно полного исправления получится. То есть вот эта вот синтеза, когда она работает, это дает, с одной стороны, оптимизм, это дает движение, это дает раскрытие, но и облегчает понимание того, что, скажем так, и неудачи, проблем. И так оно работает. Поэтому, обратите внимание, действительно наша недельная голова заканчивается на оптимистической ноте. После нам она описывает всякие проблемы в обществе, говорит, что грех у тебя будет всегда, то есть от него никуда не убежишь. Нам заканчивает голова очень красивыми словами, скажем так, весьма-весьма утешительными. Говорит Всевышний, уда, смой, пошлю перед тобою и в смущение приведу всякий народ, к которому ты пойдешь и обращу к тебе всех врагов твоих тылом, и пошлю шершней перед тобой, непогон от тебя хивийцев, наанейцев, ахитейцев. Не выгоню их от тебя в один год, он говорит, извини, это быстро не будет, а то земля опустеет. Нельзя делать без процесса. Нужно постепенно. И умножится против тебя звери полевые. То есть если я тебя их выгоню сразу, то что произойдет? Земля будет пустая, куча зверя там наберется, и будет у тебя проблема. Кабаны пахай тебе. То есть пока ты дома сидишь, если людей нету на улице. И проведу пределы твои от Ямсуфа до моря Филистимлянского и от пустыни до реки, ибо придам в руки ваши жители всей земли, и ты прогонишь их от себя. Не заключай союза ни с ними, ни с богами и так далее. И так далее, и так далее. То есть в конце концов Всевышний нам говорит просто... Ребят, да, вещь непростая и так далее, есть процессы, но в конце концов я обещаю, я буду идти впереди ты и тобой. Это то, что мы должны знать. Мы должны знать, что в конце концов Всевышний ведет нас, несмотря на грехи и так далее, ведет и идет с нами вместе. Жизнь наша построена от многих разочарований и так далее. Мы не добьемся всего, что мы хотим. Но в конце, в конце, в конце все будет хорошо. Даже если мы это не увидим, даже если мы не дойдем. Но мы должны жить в этой реальности, сознавая, что в конце концов мы добьемся многих вещей, многим сможем многое исправить, зная, что мир несовершенен и есть проблемы. Идеального мира не будет, пока не наступит конец времен. Его не надо ждать, что он будет завтра. Кстати, я вам скажу вещь одну. С приходом Машеха его тоже не будет. Когда Машех придет, люди будут умирать. Люди будут болеть. С приходом Машеха будут проблемы. И экономические тоже. Как говорит Рамбан, с приходом Машеха единственное, что появится, то есть мы будем освобождены от рабства народов над нами. Все. И народ Израиля вернется к Всевышнему. Потом, когда будет исправление мира, наступит то, что называется Великий День Всевышнего и так далее, то, что называется Харитаямим, конец всех времен и так далее, вот тогда наступит осознание и болезнь и так далее, и так далее. Не с Машехом. И поэтому есть некоторая путаница. Люди ожидают Машеха, какого-то волшебника в голубом вертолете, который прилетит, называется, всех нас спасет, точнее, спасет, но имеется в виду, всех станет хорошо, опа, и всем будет шикарно. Все вещи, которые мы видим в Хазале и так далее, мы видим, что есть очень большая смесь. С одной стороны, будет вот так, с другой стороны, вот так. Мудрецы, с одной стороны, хотели, то есть Машехови, с другой стороны, боялись дожить до этого времени, потому что понимаешь, какие-то призмы и так далее. И мы понимаем, что реальность, которая внутри материи, она несовершенна, и ее нужно развивать, и это занимает время. И мы, но, еще раз повторюсь, очень важный посыл, который я хочу подать, мы должны жить в атмосфере исправления, возможности, стремления к целям и так далее, вместе с этим сознавая, что мир неполноценен, и нас ожидают не раз, не два, не три, и разочарования, и неудачи, и это нормально. И тогда мы создаем то, что называется правильную атмосферу жизни и используем те ресурсы, которые мы получаем в руки и так далее, на полный максимум, насколько можем, до того, как мы увидим, что это тоже не работает. А может быть, сработает, то есть, да, потом. Но так работать надо. Это то, что я хотел сказать, скажем, вытащить вот эту вот жемчужину из всех большого количества того, что сказано в нашей недельной главе, и думаю, что это очень важный момент, который вообще каждому человеку должно быть в голове, и когда у него личные какие-то проблемы и так далее, и когда он смотрит на наше общество и что с ним происходит. Так, на этом я заканчиваю урок сегодня. Тот, кто слушал запись, все хорошего. Запись на этот момент прекращается. Я закрываю запись. Всего хорошего. До новых встреч.